Поле сражения Вьетнам. Роллинг Тандер. 3 апреля 1965 года американцы приступили к нанесению ударов по транспортной системе Северного Вьетнама. В течение месяца самолеты ВВС и морской авиации атаковывали мосты, узлы шоссейных и железных дорог, скопления автотранспорта, а также склады оружия и снаряжения. Роллинг Тандер. Истребителями МиГ было сбито два американских самолета и еще несколько наземными средствами ПВО. Бомбардировки, в ходе которых предполагалось дезорганизовать военно-транспортную систему Северного Вьетнама, преследовали также политические цели. Ожидалось, что массированные воздушные удары заставят руководство страны прекратить поддержку действовавших на юге партизан ФНО. Однако позиция президента Хо Ши Мина оставалась непреклонной, несмотря на растущий ущерб. Силы ФНО вели успешные боевые действия в Южном Вьетнаме. Правительственные войска были вынуждены перейти к обороне. Хо намеревался поддерживать военные операции до тех пор, пока Китай и СССР будут оказывать ему военную и финансовую помощь. Продолжение операции «Роллинг-тендер» сопровождалось ростом протеста против бомбардировок в Соединенных Штатах и во всем мире. 13 мая 1965 года президент Линдон Джонсон согласился приостановить бомбежки на пятидневный срок. Как и ожидал Джонсон, руководство Северного Вьетнама категорически отвергло его инициативу. В течение нескольких месяцев, последовавших за перерывом, воздушные удары наносились с нарастающей интенсивностью. Дезорганизация транспорта по-прежнему оставалась первоочередной задачей. Однако список объектов, одобренных Белым домом, неуклонно расширялся. Район действия авиации также значительно расширился в северном направлении. Вскоре американским истребителям удалось сбить первые «Миги» в ходе воздушных боев. Ракеты. К июлю 1965 года главные города Северного Вьетнама окружали позиции ракет «Земля-воздух», доставленных из Советского Союза. Ракеты восьмиметровой длины наводились на цель с помощью радара. Являясь одним из самых современных средств противовоздушной обороны, они могли поражать самолеты на расстоянии до 32 километров. Подрыв боеголовки в радиусе 60 метров от воздушной цели почти всегда гарантировал ее уничтожение. Первый американский самолет был сбит зенитной ракетой в конце июля 1965 года. В последующие месяцы цели достигала каждая 20-я ракета. К концу 1965 года потери составили 171 самолет. Ракеты класса «Земля-воздух» стали настоящим кошмаром для командования американской авиации. Теперь американские самолеты наносили удары лишь по строго ограниченному числу объектов в северо-восточном квадрате северного Вьетнама. Летчикам предписывалось не приближаться к границам 16-километровой зоны вокруг Ханое и 6,5-километровой зоны вокруг Хайфона. Летчикам категорически запрещалось наносить удары по целям, находившимся в пределах обеих зон, а также совершать полеты над буферным районом вблизи границы с Китаем. Именно в северо-восточном районе была сосредоточена большая часть вьетнамских истребителей и средств ПВО. Американцы знали предельную дальность действия мигов и зенитных ракет. Летчики старались держаться в недосягаемости средств противовоздушной обороны противника вплоть до момента атаки. Ракеты «Земля-воздух» было нелегко обнаружить, а уничтожить еще труднее. Положение усугублялось запретом атаковать позиции ракет в запретных зонах вокруг Ханое и Хайфона. Прошло несколько месяцев, прежде чем это ограничение наконец сняли. Уклоняясь от зенитных ракет, летчики подвергались немалому риску. Ракеты представляли наибольшую опасность для самолетов, летящих на высоте более 6100 метров. Однако снизившись, самолет мог попасть под огонь зенитной артиллерии. МИГИ МИГИ Вьетнамские истребители вступали в бой с противником лишь в случае явного преимущества. При этом летчики действовали под строгим контролем наземных командных пунктов. Они, как правило, приближались к американским самолетам сзади, а потом неожиданно атаковали сверху. К горькому разочарованию командования американским летчикам строго запрещалось наносить удары по базам вьетнамских истребителей. В Белом доме опасались, что гибель китайских или советских специалистов может повлечь ответные действия. Еще большую тревогу вызывало опасение, что после уничтожения северо-вьетнамских ВВС оборона воздушного пространства будет осуществляться китайскими истребителями. К сентябрю 1965 года вьетнамские перехватчики уничтожили 11 американских самолетов, однако за этот период удалось сбить более 20 мигов. Из строя было выведено почти две трети северо-вьетнамских истребителей. В октябре 1965 года министр обороны ДРВ генерал Джиап приказал 921-му авиаполку прекратить боевые операции. Юг В 1965 году, в канун Рождества, президент Джонсон объявил о новом временном прекращении бомбардировок северного Вьетнама и предложил провести переговоры. Тем временем война на юге разгоралась все сильнее. В начале 1966 года во Вьетнам прибыло 184 тысячи американских солдат. Они немедленно приняли участие в крупных операциях против партизан ФНО. За несколько месяцев до этого американская администрация заявила, что воздушные операции в Южном Вьетнаме будут в случае необходимости носить приоритетный характер. Действия американских войск обеспечивали сотни транспортных самолетов и штурмовиков. Ударная авиация могла подняться в воздух по вызову любого подразделения ведущего бой. Бомбы, ракеты и напалм неоднократно спасали американцев, сдерживая наступление Вьетконга. Однако при этом гибли сотни мирных жителей и уничтожались целые поселки. Штурмовая авиация могла наносить эффективные удары высокой точности по войскам противника на открытых участках. Однако ее применение против укрепленных баз партизан, скрытых по кровам джунглей, практически не приносило результатов. Командующий американскими войсками во Вьетнаме генерал Вестморленд предложил проводить ковровое бомбометание с использованием бомбардировщиков Бэд-52. В В-52 брали на борт 51 бомбу весом 340 и 227 килограммов, всего 13,5 тонн. Полезная нагрузка модифицированного варианта Биг Бэли достигала 32, составляя 108 бомб весом 340 и 227 килограммов. Звено из трех бомбардировщиков могло поразить район размерами 5 на 3 километра. Рейды Б-52 получили кодовое название «Арклайт». В ходе рейда осуществлялся 12-часовой перелет с Тихоокеанского острова Гуам и обратно. Выполнять подобное задание можно было лишь благодаря дозаправке в воздухе с помощью самолетов-танкеров, базировавшихся на Окинаве. Вскоре бомбардировщики Б-52 стали наносить удары по тропе Хо Ши Мина в Лаосе и по ведущим к ней коммуникациям на территории Северного Вьетнама. Высокая точность бомбометания позволяла использовать Б-52 в качестве средства обеспечения действий сухопутных войск. Бортовой радар позволял определять местонахождение объекта на расстоянии до 320 километров в любое время суток, а затем наносить прицельный удар. Подготовка Перерыв в бомбардировках, приостановленных по распоряжению президента Джонсона в декабре 1965 года, продолжался 37 дней. Возобновление воздушных ударов совпало с резким ухудшением погоды. Северный Вьетнам получил драгоценную передышку, позволившую значительно укрепить оборону. Теперь для прикрытия наиболее важных объектов использовалось более 5000 зенитных орудий. В их число входили новые 85-ти и 100-мм пушки с радарными прицелами, позволявшие поражать самолеты на высоте до 6100 метров. Кроме того, было оборудовано несколько новых позиций ракет класса землевозных. На родину вернулись 30 летчиков-истребителей, обучавшихся в Китае и в СССР, а потери в материальной части были восполнены за счет новых самолетов. Теперь американцы ежемесячно теряли в небе Северного Вьетнама до 30 боевых машин. Из каждых 40 самолетов, атаковавших хорошо защищенный северо-восточный район, один удавалось сбить противнику. Моральный дух летчиков значительно снизился. Большинству экипажей приходилось совершать боевые вылеты через день, а некоторым даже чаще. Сознавая опасность возникших проблем, американцы направили в Юго-Восточную Азию дополнительный контингент летчиков морской авиации и постарались максимально улучшить снабжение. Одновременно принимались другие меры с целью сокращения потерь и повышения морального духа. В апреле 1966 года авианосцы состава оперативного соединения 77 выдвинулись в район у побережья Северного Вьетнама. Одновременно были созданы два поисково-спасательных поста, получивших название Северный и Южный. Посты находились вблизи маршрутов наиболее часто используемых американской ударной авиации. До этих пор самолеты ВВС и морской авиации поочередно наносили удары по различным районам Северного Вьетнама. В связи с этим взаимодействие оставалось недостаточно четким. Положение удалось исправить с помощью разверстки районов предписания. Первый район предписания был закреплен за штабом по оказанию военной помощи, обеспечивавшему ведение операции в демилитаризованной зоне. Самолеты ВВС действовали в районах предписания 5 и 6А. Морская авиация сосредоточила усилия в прибрежных районах предписания. Разверстка районов предписания позволяла летчикам хорошо изучить противовоздушную оборону в местах нанесения ударов. Система районирования в сочетании с поисково-спасательными операциями помогла несколько уменьшить потери личного состава, однако убыль материальной части оставалась по-прежнему велика. В мае и июне 1966 года американцы потеряли 18 самолетов. Спасателям удалось обнаружить семерых летчиков. Теперь воздушные рейды сопровождались ударами с целью подавления ПВО. Для обеспечения действий авиации применялись разнообразные технические средства высокой сложности. Обнаружение истребителей ракет противника осуществлялось с помощью оснащенных радарами самолетов дальнего оповещения. Для нарушений работ RLS использовались самолеты радиоэлектронного противодействия. Позиции зенитных комплексов атаковывали ударные самолеты Wild Wheels, вооруженные новыми ракетами Strike, наводившимися на работающие радары. Американцы также располагали великолепным новым штурмовиком A4 Intruder, оснащенным самой сложной в мире электронной навигационной системой и системой обнаружения целей. Эта машина, способная обнаружить цель в любое время суток, независимо от погодных условий, поднимала в воздух 6,5 тонн бомб. В условиях плохой видимости пара интрудеров могла поразить объект, для уничтожения которого понадобилось бы задействовать не менее сотни обычных самолетов. Борьба за жизнь Более года спустя после начала операции Rolling Thunder, руководители Северного Вьетнама чувствовали себя более уверены. Бомбардировки помогли сплотить население страны. Поврежденные локомотивы и оборудование предприятий удавалось быстро заменить с помощью СССР и Китая. В Хайфон почти ежедневно прибывали суда, доставлявшие необходимые грузы. Советский Союз предоставил также новые истребители, в результате чего количество вьетнамских боевых самолетов увеличилось до 70. Всепогодный перехватчик МиГ-21 развивал скорость вдвое, превышающую скорость звука, и отличался высокой маневренностью. Он был вооружен двумя пушками и двумя мощными ракетами «Атолл» с боеголовками инфракрасного наведения. В октябре 1966 года министр обороны Соединенных Штатов Роберт Макнамара посетил эскадру американских авианосцев, находившуюся у берегов Северного Вьетнама. Его сопровождали председатели Объединенного комитета начальников штабов генерал Уиллер и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Шарп. Последние месяцы Макнамара испытывал все большее разочарование в связи с операцией «Роллинг Тандер». Северный Вьетнам явно не собирался прекращать войну даже после недавней кампании под кодовым названием «Пол», в ходе которой наносились удары по нефтехранилищам. К этому времени расходы на проведение операции «Роллинг Тандер» достигли 1,247,000,000 долларов, не говоря уже о ежемесячных потерях самолетов и экипажей. Теперь Макнамара высказывался за сокращение масштаба бомбардировок. По его мнению, американская авиация следовала наносить удары исключительно по коммуникациям, связывающим Северный Вьетнам с Южным, что позволит снизить человеческие жертвы и материальные затраты. Командование воздушных сил пришло в смятение. По убеждению военных, операция «Роллинг Тандер» окончилась неудачей лишь потому, что многочисленные запреты изначально обрекли ее на провал. В 1966 году одновременно с интенсификацией операции «Роллинг Тандер» американские и австралийские корабли приступили к совместным действиям против Северного Вьетнама. В ходе операции «Си-Дрэгон» ударом подверглись более 3,5 тысяч наземных целей, в том числе мосты, крупные железнодорожные станции и скопления транспортных средств. Было повреждено или уничтожено 3 с лишним сотни оборонных сооружений и радарных установок в прибрежной зоне. Вьетнамские береговые батареи вели яростный ответный огонь. За два года артиллерия противника поразила 19 кораблей. Ни один из них не был потоплен, однако некоторые получили серьезные повреждения. В начале февраля 1969 года президент Джонсон объявил о приостановке бомбардировок Северного Вьетнама в течение шести дней. Как и во всех предыдущих случаях, противник немедленно начал переброску на юг многочисленных подкреплений оружия и снаряжения. В ответ на предложение Джонсона о начале переговоров, Хо Ши Мин потребовал полностью прекратить бомбардировки, не обещая при этом, что согласится на переговоры вообще. Неуступчивость Хо возмутила Джонсона. Теперь речь шла о волевом противостоянии. С целью усиления нажима на Северный Вьетнам Джонсон санкционировал бомбардировки нескольких новых объектов. Авиации предписывалось наносить удары по вьетнамским аэродромам, электростанциям и промышленным предприятиям одновременно с расширением масштабов военно-морской операции «Си Дрэгон». Американские и австралийские корабли получили разрешение расширить район действий на Север до 20-й параллели. Авиация производила постановку мин в устьих рек, а в дальнейшем по всей протяженности водных путей в указанных выше границах. Однако подходы к Хайфону, самому важному из северо-вьетнамских портов, не минировались до 1972 года во избежание риска подрыва советских судов. Новые объекты бомбардировок находились в северо-восточном районе. Американцам также предстояло атаковать несколько целей в пределах запретных зон вокруг Ханоя и Хайфона. Нанесение ударов по вьетнамским аэродромам началось 24 апреля 1967 года. До конца года воздушным атакам подверглись все базы истребителей, за исключением одной. Американская авиация нанесла значительные повреждения взлетно-посадочным полосам и наземным сооружениям. В небе Ханоя и Хайфона происходили ожесточенные бои. После разрушения аэродромов удары наносились по промышленным объектам и электростанциям. В результате производства электроэнергии в стране сократилось на 32%. Однако мощности уцелевших станций хватало для поддержания работы небольших вьетнамских предприятий. Погода наконец улучшилась, что позволяло бомбардировщикам наносить многократные удары по старым и новым объектам. В мае 1967 года в ходе ожесточенных воздушных боев в небе Ханоя и Хайфона американцы сбили 26 вьетнамских истребителей. ВВС противника потеряли половину летного состава. Эскалация Последняя кампания бомбардировок северного Вьетнама совпала с ожесточенными спорами, разгоревшимися в Вашингтоне вокруг вьетнамской стратегии. Военные и гражданские советники президента придерживались полярно противоположных точек зрения. Военные настаивали на дальнейшей эскалации боевых действий в воздухе и на суше, стремясь достичь победы любой ценой. Гражданские деятели, особенно Роберт Макнамара, ратовали за сокращение боевых операций. В августе 1967 года командование вооруженных сил значительно усилило давление на президента Джонсона. Одна из подкомиссий Сената собиралась потребовать расширения бомбардировок северного Вьетнама. Во избежание критики Джонсон дал согласие на резкую эскалацию операции «Роллинг Тандо». Для министра обороны Роберта Макнамара такое решение означало конец карьеры. На его призывы больше не обращали внимания, он перестал пользоваться доверием президента. Макнамара был вынужден уйти в отставку. Теперь американские самолеты наносили удары по многочисленным новым объектам, которые запрещалось атаковывать раньше, в том числе по электростанциям и железнодорожным узлам в районе Ханое. Авиация атаковала мост Поле Дюмера, по которому осуществлялось движение из Ханое в Хайфон. В результате два пролета обрушились в Красную реку. Однако инженерным войскам за короткое время удалось восстановить движение, продолжавшееся до тех пор, пока мост вновь не был разрушен в октябре 1967-го. Объекты в пределах буферной зоны вблизи границы с Китаем также подверглись воздушным атакам. Американские самолеты наносили удары на расстоянии 13 километров от пограничной линии. Две машины, вторгшиеся в воздушное пространство Китая, были сбиты китайскими истребителями. В конце 1967-го года американская авиация действовала столь активно, что части северо-вьетнамской ПВО порой испытывали недостаток зенитных ракет и артиллерийских боеприпасов. Почти по всем важным объектам, за исключением порта Хайфон, было нанесено несколько мощных ударов. Американцы использовали бомбы новых систем, в том числе снаряды с дистанционным управлением Вэлли, применявшиеся во Вьетнаме с 1966 года. Это позволяло поражать цели с помощью значительно меньшего количества самолетов, а также наносить высокоточные удары в густонаселенных районах. ПВО Северного Вьетнама не могла эффективно противодействовать новым средствам воздушного нападения противника, однако руководители страны по-прежнему не собирались уступать требованиям американцев. С их точки зрения наилучший способ добиться прекращения бомбардировок заключался в скорейшем одержании победы в Южном Вьетнаме. Общественный Соединенных Штат в течение нескольких месяцев выражал открытое недовольство в связи с продолжением войны. Резкая эскалация бомбардировок свидетельствовала о неудаче американской стратегии. От президента все чаще требовали приступить к поискам урегулирования за столом переговоров. 31 марта 1968 года президент Джонсон в качестве жеста доброй воли объявил об ограничении района бомбардировок Северного Вьетнама лишь южной частью его территорию. Когда сыны Америки сражаются далеко за ее пределами... 3 апреля Хануйское радио объявило о безоговорочном прекращении бомбардировок и о возможности приступить к переговорам. Начавшаяся 10 мая мирная конференция в Париже почти сразу зашла в безнадежный тупик. Тем временем американская авиация и боевые корабли продолжали наносить удары по коммуникациям и транспортным средствам в Южной и 20-й параллели. В октябре 1968 года накануне президентских выборов на переговорах наметился прогресс после многомесячных споров. При условии окончательного отказа от бомбардировок северо-вьетнамская сторона соглашалась прекратить скрытую переброску войск через демилитаризованную зону и артиллерийский обстрел крупных городов на юге. Сознавая, что отказ от мирной инициативы мог отрицательно сказаться на результатах выборов, Джонсон согласился прекратить бомбардировки. Операция «Роллинг-Тандер», продолжавшаяся три с половиной года, закончилась 1 ноября 1968 года. В ходе нее американцы потеряли более 900 самолетов. 818 летчиков погибли или пропали без вести. Несколько сот находилось в плену. Авиация противника потеряла почти 120 машин, погибших в воздушных боях в результате катастроф или сбитых огнем своей ПВО. По оценкам Роберта Макнамары, за время операции «Роллинг-Тандер» погибло 182 тысячи мирных жителей. В число жертв бомбежек вошли также 20 тысяч китайских специалистов. Лаос. После окончания бомбардировок, Северный Вьетнам немедленно приступил к восстановлению разрушенной транспортной системы. Несмотря на продолжавшиеся в Париже переговоры, вьетнамский главнокомандующий генерал Джиаб планировал провести новое наступление на юге. Он отдал распоряжение усилить переброску пополнений и грузов по тропе Хо Ши Мина. Теперь, после прекращения бомбардировок Северного Вьетнама, высвободились тысячи самолетов и летчиков. Американское командование получило возможность нанести массированные удары по Лаосу. Главной целью было уничтожение продвигавшихся на юг автоколонн. На территории Лаоса уже действовали подразделения войск специального назначения, в задачу которых входило выявление цели для авиации. Самолеты сбрасывали фугасные и кассетные бомбы, а также мины. В ходе операции применялись высокоточные бомбы лазерного наведения. Для уничтожения автомашин использовались великолепные ударные самолеты, получившие название «Спуки». На борту самолета находилось три пушки мини-ганска расстрельностью 6000 выстрелов в минуту каждая. Совершая полет по замкнутому кругу, «Спуки» поражал цели мощным потоком огня. К 1969 году ударными самолетами было уничтожено более 10 тысяч грузовиков. Однако противник проложил сеть новых дорог в Лаосе протяженностью 643 километра, которые было невозможно полностью контролировать даже с помощью электронных и компьютерных средств. Американская авиация сбросила на территорию Лаоса 750 тысяч тонн бомб в 10 раз больше, чем на Японию в годы Второй мировой войны. Вьетнамизация В январе 1969 года пост президента Соединенных Штатов занял Ричард Никсон, обещавший добиться почетного мира во Вьетнаме. В ходе переговоров предполагалось достичь урегулирования, позволявшего вывести полумиллионный американский воинский контингент при условии сохранения южно-вьетнамского правительства. Согласно американскому плану, оборона страны впредь должна была осуществляться исключительно силами южно-вьетнамских войск. Программа получила официальное название «Вьетнамизацией». Численность регулярной армии предстояло увеличить до 420 тысяч человек. Предполагалось оснастить ее современным оружием, включая большое количество танков, орудий и самолетов. В 1969 году Северный Вьетнам продолжал оказывать давление на южного соседа. Согласившись на переговоры, руководство страны надеялось добиться успеха в ходе боевых действий. 22 апреля 1969 года американские базы на всей территории Южного Вьетнама подверглись атакам штурмовых групп и артиллерийскому обстрелу. Погибло 1140 американцев. Одновременно противник нанес удары по сотням городов, повторяя тактику прошлогоднего наступления ТЭД. Ответ американцев не заставил себя долго ждать. Районы базирования партизан атаковали бомбардировщики Б-52. Тяжелые бомбы, сброшенные с высоты в 9 тысяч метров, уничтожали блиндажи и подземные ходы сообщения. Американские сухопутные части обрушили сокрушительные удары на места сосредоточения вьетконговцев, захватив огромные запасы оружия и снаряжения. Наиболее ожесточенные схватки происходили в окрестностях Сайгона. В других районах Южного Вьетнама также велись бои. В течение первых трех недель американцы потеряли 1100 человек. Однако наступление противника удалось отразить благодаря мощной артиллерийской и авиационной поддержке. Операция «Меню» Последние события в Южном Вьетнаме вызвали гнев и глубокое разочарование в Вашингтоне. Никсон и его окружение готовились провести акцию возмездия, продемонстрировать, что Соединенные Штаты намерены всерьез защитить союзника. Проблема заключалась в том, что возобновление бомбардировок Северного Вьетнама могло вызвать широкий протест в Соединенных Штатах. Никсон планировал нанести воздушные удары по отдельным районам Камбоджи. Эти территории в течение нескольких лет использовались в качестве плацдармов для наступления на Сайгон. В джунглях укрывались десятки тысяч солдат и располагались склады оружия и снаряжения. Однако Вашингтон запретил атаковать базу в Камбодже силами американских войск. Официально Камбоджа оставалась нейтральным государством, и боевые действия на ее территории могли послужить причиной вступления Камбоджи в войну. Однако Никсон не собирался отступать. Бомбардировки Камбоджи, получившие название «Операция Меню», проводились в строжайшей тайне. Операцию назвали так, потому что первое решение атаковать район базирования 345 было принято в Пентагоне во время перерыва на завтрак. В дальнейшем объектам бомбардировок присваивались названия «Ланч», «Закуска», «Обед», «Десерт», «Ужин». Наряду с тропой Хо Ши Мина для снабжения войск противника использовались вьетнамские и советские суда, заходившие в камбоджийский порт Сиануквиль. Отсюда военные грузы доставлялись в основные районы базирования. Крупнейшие опорные пункты Вьетконга находились в районах, получивших названия «Перцбик» и «Фишхук», расположенных западнее и севернее Сайгона. Базы занимали северо-вьетнамские войска и формирование ФНО. Начиная с февраля 1969 года, базировавшиеся в Таиланде бомбардировщики Б-52 наносили сокрушительные удары по опорным пунктам противника и прилегающей местности. В ходе операции «Меню» американские самолеты совершили более 4000 вылетов, сбросив 120 000 тонн волн. В дальнейшем бомбардировщики Б-52 обеспечивали действия американских и южно-вьетнамских частей, а также поддерживали правительственные войска Камбоджи в ходе операций против партизанских отрядов Красных Кмеров. За четыре года американцы сбросили на территорию Камбоджи в общей сложности более полумиллиона тонн бомб. По распоряжению Белого дома принимались исключительные меры с целью сохранения втаяния бомбардировок Камбоджи. Согласно заявлениям Министерства обороны, налетом подвергалась только территория Южного Вьетнама. Поскольку самолеты наводились радарами военно-воздушной базы Бен-Хуа, откуда также поступали приказы о нанесении ударов, летчики зачастую даже не знали, что они бомбят Камбоджу. Тем, кто знал после возвращения на базу, приказывали подделывать записи в полетных журналах. Несмотря на строгие меры предосторожности, в мае 1969 года в американской печати появились сообщения о секретных бомбардировках. Никсон негодовал. Американская общественность лишь недавно узнала о резне в деревне Майлай, где в 1968 году американские солдаты уничтожили более 200 вьетнамских крестьян. Росту антивоенных настроений способствовало также сообщение о кровопролитном сражении за высоту Гамбургер-Хилл. Американцы понесли большие потери в ходе овладения высотой, которую вскоре пришлось оставить. Вывод войск 8 июня 1969 года на Тихоокеанском острове Мидуэй Никсон встретился с президентом Южного Вьетнама Нгуэн Ван Хилл. Никсон объявил о намерении немедленно вывезти из Вьетнама 25 тысяч американских солдат. Первая отправилась на родину 9-я дивизия морской пехоты. Это стало первым сокращением американского присутствия в истории Вьетнамской войны. Осенью 1969 года накал антивоенных настроений значительно снизился благодаря инициативам Никсона. В рамках провозглашенного курса президент объявил о выводе следующей группы войск и обещал сократить призыв в армию. В ходе проведенного в октябре опроса общественного мнения Никсона поддержал 71% опрошенных. Результат был поистине беспрецедентным. Объявив о готовности вывезти войска, Никсон, тем не менее, не собирался уходить из Вьетнама. Согласно его плану, после ухода большинства американских частей, американцы будут продолжать снабжение и подготовку южно-вьетнамских вооруженных сил. Кроме того, американская авиация продолжит играть роль мощного средства защиты, способного пресечь поползновения коммунистов. Поскольку интенсивность боевых действий в Южном Вьетнаме упала до минимального за последние шесть лет уровня, перспективы на будущее выглядели с точки зрения Вашингтона весьма обнадеживающе. Однако американские официальные лица не подозревали, что в Северном Вьетнаме идет подготовка к величайшему за всю историю войны наступлению. В массированном вторжении в Южный Вьетнам должны были участвовать почти две тысячи солдат и несколько сотен танков.